Мы не будем выбирать. Здорово. Москва, всё лететь надо. Всё, пробка. Туда бежишь, туда бежишь. Ну нормально? С метро отобрался быстро? Ну я да, разобрался. Хорошее зрение хорошее. Ты красавчик просто. Молодец. Я же прославлен. Видишь, что нормально, не мечелось. Как обычно у нас. Афигеть. Да? Какой раз смотрю, у соседей Вадикольское написано. Ну и как бы побежал вокруг. Один приехал где-то. Давай мы с диванчика начнем? Прям вообще один. Слав, давай ты расскажи, как ты начал заниматься армрестингом? Ну чего? Тебе вот интересно знать, как все армрестингом начали заниматься. Ну я как бы уже говорил когда-то там в интервью, что ну, получилось так, что там я положил отца в 14 лет быстро и там и дяди там со всех своих этих каких-то раменных и то и все. И все. И как бы дальше продолжался я в хоккей играть. Потому что там я выходец в хоккей, там я с 6 лет в хоккей играл. Играл, вернее. И получилось, что в университет, когда я поступил там было, как раз проводились там соревнования по армрестинку. Ну у нас уже съездили там пару человек на чемпионат СССР как раз было. А у нас... я поступил в 88-ом году. И в 88-ом сразу же был там чемпионат какой-то. Ну я быстро, не знаю, получилось так, что я его выиграл. Ну легко вообще даже не напрягается. Поехал на чемпионат вузов тоже выиграл. Чемпионат по мужчинам выиграл там чем-либо и город, и республику. То есть это было в 100 килограмм я поступал в 17 лет. И все, и как бы поехало-поехало-поехало. Быстро. Тогда как бы не было тогда еще много там, знаешь, технологий, методик, каких-то еще чего-то такого. Ну просто тренировались там со штангами там. Не было там ни техники, ни крюк, ни верх. Там кто как мог, так и выпил. Ну то есть вы не там специализацию. Вот что вы в то время делали как специализированное упражнение? Было такое, что вы переходите в зал, и там на тебя как на дурака смотрят, а ты там что-то на паранацию поднимаешь? Нет, у нас в зале тренировались в БГУ, да, у нас университет. Там тренировались только чисто спортсмены. Королевтеры, тяжелоатлеты и ну всякие. Там не было там простых людей, как сейчас. В мир фитнес-водишь, там не понимают, что ты делаешь. Мне говорят сейчас, люди сказали, говорит, на Славу надо билеты покупать на тренировке, потому что там, говорит, такое-такое вытворяет. Вот оно. Мы делали только двумя руками сгибание со штангой, и там штангу сзади просто тоже делали на пальцах. Вот у нас была вся специфика. Вообще, вот полностью вся специфика. Потом я уже там, когда более-менее разговорился там на чемпионате, еще помню, в 1906 году, там с Анатолием Скордаевым. Он мне говорит, что вы делаете? Я говорю, так и так. Он говорит, что надо чуть-чуть так крутить, так крутить, так крутить, так крутить, там это делать. Ну и тогда я уже начал понемногу в голове у себя привозить какие-то упражнения, там сам лично. И вот я уже приехал на 1997 год на чемпионат мира, я сразу третий стал. Хотя там, по идее, там судьи немножко намудрили, можно было первое место. Ну, зацепить. И все. А так до этого вообще ничего не знали. Ну и больше, и чьи упражнения использовали там и схемы из тяжелой атлетики или из пауэрлифтинга? Ну то есть, вы же смотрели, ну, наверное, на кого-то... Да они вообще так, интернета ж не было. Не-не, ну вот вы в БГУ в зал переходите и... Ну они же свои упражнения делают, они свою специфику делают, там приседания, там взрывные какие-то, на грудь там или с груди там. Не-не-не, ну вот именно схемы какие были там. Четыре подхода по восемь или вот из этой... Вообще никаких схем там. Просто там кто-то, что гораздо, блядь. Лебедь рак и щука. И это, чё пили из трехлитровой банки, сахар с водой, а пиво... Пиво из пакетов пили. После тренировки. В пакетах носили, знаешь, вот так вот, чтобы банок не было. Ну да, не, ну вот в то время такое как раз ты говоришь. Вот ты говоришь, в восемьдесят восьмой год, да, как бы ты начал ходить там в БГУ и вот в то время, я не знаю, ну как во всех, наверное, советских республиках была такая, ну, напряжёнка с продуктами уже, когда союз развалился. Вот было такое в Белоруссии или всё-таки более аграрная такая страна, грубо говоря, и продукты всегда нормальные были? Ну, было, было, но не так, как там в Питере или там в других городах России. Было, конечно, всё у нас было, и талоны, и карточки, всё это было. Всё прошёл, всё было. Ну, и в плане питания, что тогда вы использовали? Спортсмены такое, на что налегали? Белковый какой-то был такой, там, максимальная там смесь-то какая-то, вот я помню до сих пор, там, ну, детям добавляли это питание, и мы его немножко кушали. Ну, с питанием у нас вообще тяжело, проблемы. Как бы и сейчас проблемы, это везде. Сейчас, что продаётся на рынке, там, 99% это подделка. И всё, поэтому... Это из Беларуси в России такие вещи? Из куриных грудок вы тоже не вырастите, я вам тоже скажу. Куриные грудки тоже лучше не кушать, потому что я разговаривал с человеком, даже, допустим, за границей, с профессором, он говорит, вы кушаете куриные грудки. Говорит, да-да-да, вот сейчас спортсмены, молодцы, наши соцлаги. Он говорит, и выросли? Нет. Никто не выросли. То бишь, нужен говяжий стейк. Говяжьи стейки, там, это очень дорогие. Там, 40 долларов, там, или евро, там, ещё что-то. Вот тогда ты почувствуешь результат. А если ты кушаешь пустое мясо, которое грудка, она растёт, это курица быстрее месяца, наверное. Она уже стоит мясо дешевле картошки, она пустое. Поэтому я тоже, там, не рекомендую. И плюс оно ещё, там, на химичной такой степени, что будет проблемы со здоровьем не иметь. Короче, и малоешку, да, надо есть, детское питание. Всё, давайте займём, иначе надо слушать. Выгоняют. Всё, погнали. Такой, немного правды в наш репортаж. Такой партаж.